Дамы и господа, встречайте на нашей красной ковровой дорожке Первая Пара! Доброе утро, Владивосток! 7 часов и 7 минут. Во Владивостоке шоу Первая Пара снова с вами. Сегодня на календаре 1 ноября. С чем вас и поздравляем, ребята. Делок весни. И мы, это Алена Шстакова, Павел Двучик. Так начинается каждое будничное утро в эфире Радио Лемма. С 7 до 10 утра ведущий Павел и Алена в прямом эфире будут жители Приморья, разыгрывают их и обсуждают актуальные темы. В этом году их программу Первая Пара признали лучшей в конкурсе «Вместе радио» в номинации ток-шоу. Я проснулся, вот честно, на следующий день проснулся. Знаменитым. Вышел на балкон вот так, потянулся, а мне соседка, у нас еще так балконы, как бы друг напротив друга, она мне говорит, ты! Я говорю, я, распишись. Я расписался. Это все, конечно, шутки, но ведущим и правда есть чем гордиться. Из 11 участников со всего Дальнего Востока федеральное и региональное жюри выделило именно ток-шоу «Первая Пара». Причем по правилам конкурса разрешалось подать две заявки с разными программами. Павел и Алена подали только одну. Самой актуальной на тот момент темой. В эфире они обсуждали «Тайфун Лайон Рок». Мы долго ее не могли взять, потому что история обрастала подробностями о выкинутой гуманитарной помощи, еще о выплате компенсаций. И постоянно что-то новое появлялось, и мы думали, ну вот сейчас еще немножко, и мы сделаем эту тему в эфире. В итоге эфир совпал с проведением конкурса, поэтому ведущие сразу решили, какую именно программу отправлять. Но говорят, если бы «Тигр» вышел на улицы Владивостока чуть раньше, как раз во время подачи заявок, они отправили бы еще одну тему. Кстати, экспертов в конкурсе было много, но по словам победителей, самыми главными и строгими судьями остаются их слушатели, которые в каждом эфире активно высказывают свои мнения по затронутым вопросам. Я вообще считаю, что «Радиолема» – это, наверное, сейчас одна из лучших радиостанций в Владивостоке. Я люблю, что она позитивная, заряжает тебя эмоциями на весь день, и там не крутят всякую влазу. Необычные иногда бывают шутки. Классно, когда люди с утра заряжают своих друзей такими эмоциями. Кстати, сначала программы, заявленные на конкурс, слушали в Москве журналисты авторитетных радиостанций. Затем из отобранных ими заявок они составляли короткий список. Его участники собирались во Владивостоке на фестиваль, где уже региональные эксперты определяли победителей. Мы услышали много хвалебных отзывов, немножечко совсем критики, с которой частично согласились, частично нет. Но в любом случае здесь как похвала, так и какая-то критика – это все такой толчок, движение вперед. Радиостанции подавали материалы по нескольким номинациям. Для каждой были отдельные критерии. Уже на региональном этапе именно ток-шоу оценивали следующим образом. Актуальность темы, мастерство ведения дискуссии, умение вести дискуссию, разговорить с собеседниками, выстроить интриги, драматургию программы. В апреле 2017 года ведущие первой пары Павел Унучик и Алена Шестакова полетят в Москву уже на финал конкурса. Ирина Мокрецова, Андрей Макаров. Новости на восьмом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова